Компания Промобот представила робота с человеческой внешностью. Инновации компания Промобот представила робота с человеческой внешностью. Российская компания Промобот, крупнейшая в России, в Северной и Восточной Европе производитель сервисных роботов, представила свой новый продукт на конференции SchoolCover Robotics. С 2015 года компания создала 4 версии Промобота. Новый робот не продолжил существующую линейку, а открыл новую. Его разработка заняла полтора года. До 2021 года компания планирует инвестировать в производство нового робота 2,5 миллиона долларов. Человекоподобный робот-компании Yonalex умеет выражать эмоции мимикой и вести беседу, говорить об отвлеченных вещах, распознавать речь собеседника и отвечать на вопросы. Ранее стартап наладил серийное производство роботов-промоутеров и роботов-консультантов. Они используются для общения с клиентами в Сбербанке, Ленте. Многие заказчики — это ивент-агентства, которые сдают их в аренду на выставке. Все прежние роботы компании выглядят валеподобно. Лицо-экран, пластмассовый корпус, нижняя часть тела тумба с колесами, как и большинство сервисных роботов во всем мире. Геминоиды так называют роботов, копирующих человеческую внешность, немассовое явление даже в Японии, где машины вместо людей в сервисе привычное дело. Но разработчики уверены, что Алекс будет пользоваться спросом, насколько свободен робот Алекс. Строго говоря, робот — это голова Алекса. Там вся начинка, которая позволяет ему улыбаться, хмуриться и изображать удивление. А еще у него подвижная шея. Все остальное тело — просто неподвижный манекен в человеческий рост. У робота Алекса 29 степеней свободы в лице, сообщает Олег Кивокурцев, сооснователь. В этом Алекс превосходит первого российского робота-геминоида Алису от компании Neerobotics из Зеленограда. У Алисы, впервые представленной в 2011 году, их вдвое меньше. И для сравнения, один из самых популярных геминоидов в мире, робот София, созданная гонконгскими разработчиками, превосходит многих других андроидов. По выразительности лица она умеет проявлять 62 эмоции. Свободу робота можно прокачивать, меняя железо в голове. Все, что находится в черепной коробке, — это моторы и приводы, которые приводят в движение мимику. А мозг — это система. Технология, которая содержит память. Разные данные от ответов на предполагаемые вопросы. Например, робот рассказывает о себе, кто он, сколько ему лет, как он появился на свет, до энциклопедий, позволяющих поддерживать светскую беседу. Алик сможет обучаться на неструктурированных данных. Это позволяет делать нейросетевая лингвистическая база, — продолжает Олег Кевокурцев. Можно загрузить в него, скажем, справочник продуктов банка, и он, основываясь на этих данных, сможет находить ответы на вопросы. Раньше приходилось вручную добавлять к конструкции вопрос-ответ для робота, выделять ключевые слова, а теперь он может делать это сам. Кевокурцев добавляет, что для робота продумали активную систему шумоподавления и распознавания речи, чтобы он мог общаться в местах массового скопления людей. У Аликса двигается шея и в зависимости от комплектации есть подвижная рука. Председатель Совета директоров, промобот Алексей Южаков и промобот Алекс, откуда берутся лица и голоса роботов. Лицо робота Софии, о которой шла речь выше, копировали с актрисы Одри Хиберн. Российские разработчики делали роботов-гименоидов иначе. Внешность Алисы скопирована с лица племянницы основателя компании Neerobotics Владимира Коношева. На лицо девушки наносили силиконовую маску, которая стала лекалами, она взяла не только контуры и крупные черты лица, но и текстуру кожи. Лицо робота Аликса создавали таким же образом, но дольше. Прототипом стал основатель и председатель Совета директоров, промобот Алексей Южаков. С него снимали силиконовые слепки 11 раз, чтобы получить один слепок, нужно сидеть неподвижно в течение нескольких часов. После маску оцифровывали в 3D-модели и там рисовали для нее мимику. Но лица роботов всегда получаются шире, силикон толще человеческой кожи, и взрослее, потому что нет тонуса мышц. Алексей старался вообще не смотреть на то, как в лаборатории делают робота с его внешностью, вспоминает Кивокурцев. Чтобы не было соблазна вмешаться и просить разработчиков сделать что-то по-другому. Он понимает, что это неправильно. И в итоге увидел уже готовый результат. Ему понравилось первое, что он сказал, как здорово. А голоса Алекса синтезированный, компьютерный, задачи копировать чью-то манеру речи не было. Почему Алекс мужчина? Большинство создаваемых роботов-гименоидов в мире копируют женскую внешность, но вы уверены, что роботы с мужской внешностью будут более комфортны в общении для потребителей. Есть исследование, которое говорит, что именно для сервисных услуг люди лучше воспринимают робота мужского пола или без пола, объясняет Кивокурцев. Он приводит в доказательство работу ученых Национального исследовательского Томского государственного университета. В исследовании восприятия различных типов культурного интерфейса социального робота действительно говорится, что оценки гендерно-мужского интерфейса примерно одинаково варьируются от 3 до 2 баллов. А у роботов с гендерно-женским типом интерфейса оценки различаются. Робот, во внешнем облике которого прослеживалась явная принадлежность к женскому полу, и без одежды, рассматривался респондентами как наиболее привлекательный и красивый. Оценка 5. Здесь и далее указана средняя арифметическая всех оценок. Робот с интерфейсом, в котором менее выражена имитация половой идентичности и в одежде, получил нейтральные оценки. 3. При этом робот с интерфейсом, имитирующим стереотип гендерной принадлежности, розовый цвет корпуса, наличие фарту КДР, оценили как крайне непривлекательного и некрасивого. Сколько стоит Алекс? И кто его купит? Бюджет создания робота Алекса 1,5 миллиона долларов разработки ведутся с 2017 года и они не закончены. Тот робот Алекс, которого сегодня представили в Сколково, это концепт, по словам Кива Курцева. По плану разработчиков, он выйдет на рынок через 18 месяцев. Его цена будет начинаться от миллиона рублей. И раньше его будут тестировать у потенциальных клиентов, чтобы получить обратную связь. Наши потенциальные заказчики – это банки, отделения почты, страховые компании, перечисляют Кива Курцев. Социальный робот нужен там, где высокий уровень стресса у клиентов и требуется высокая стрессоустойчивость операторов. Мы уже говорим о возможных поставках робота с компаниями из сферы организации мероприятий и офисными центрами. Те клиенты, которые покупают у нас роботов-консультантов и роботов-промоутеров, проявляют интересы к Алексу. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.